День борьбы со СПИДом 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 Не многим меньше, но с учетом того, что ситуация сложная, вы же понимаете, не каждый все-таки у нас приходит, сдает. Возможно, кто-то откладывает свое обследование. Вот этот момент хотелось бы сказать людям. Если у вас были ситуации риска, напомню о путях передачи, у нас их всего три. Это при внутривенном введении наркотиков, то есть через кровь, это основной путь передачи через кровь, внутривенное введение наркотических веществ. То есть второй путь передачи – это незащищенные половые контакты гетеросексуальные. И третий – от матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудным молоком. То есть для взрослого человека основной путь передачи, два их основных пути – это контакт с кровью другого человека и незащищенный половой контакт. Поэтому если в жизни были какие-то ситуации, которые для вас инфекционно опасны, и вы это знаете, каждый о себе знает все эти ситуации, поэтому не откладывая, придите, сдайте. В современном мире есть антиретровирусные препараты для наших пациентов, которые мы выдаем бесплатно. Своевременное обследование даст возможность человеку получить их бесплатно. И важно, что он проживет долгую жизнь совершенно активного человека. Это очень важные моменты, потому что у многих страхи прошлого века, они остались. Что все, если ВИЧ-инфекцию мне обнаружили, я обязательно умру. Но это сейчас неверно. Поэтому важно своевременное тестирование, своевременно узнать о диагнозе. Конечно, ВИЧ-инфекция – это плохо, если выявили, да. Но вовремя установленный диагноз, своевременно предложенная терапия дает человеку возможность жить долгие годы и жить активно. Давайте напомним, что можно еще и даже деток успеть родить. Причем здоровых. Здоровых, да. Это тоже важно. Сейчас вообще мы говорим о том, что у нас и в нашей Карачаево-Черкесии есть два варианта обследования для того, чтобы снизить риск заражения ребенка беременных женщин. Мы обследуем дважды за время беременности. И будущих пап мы обследуем для исключения периода серонегативного окна, который длится от двух недель до полугода, когда еще нельзя поставить диагноз. Потому что даже если человек сдал анализ, еще, возможно, организм зараженного человека не выработал антитела. И приносит плоды эта работа. Потому что у нас были ситуации, когда мамочка, которая ждет ребенка, еще отрицательная. То есть у нее не выявлены антитела. А будущего папу мы обследуем, и мы выясняем, что у него вирус в организме есть. И здесь мы могли себе позволить спасти не только ребенка, но иногда спасали от заражения даже будущую маму. То есть удавалось вовремя установить эту ситуацию. То есть бич 20 века, который, увы, сегодня, в 21 веке. Да, перекочевал к нам, увы, в новую. Тем не менее, методы лечения и терапии, которые вы предлагаете, работают? Они работают. Важно. Здесь, конечно, важна приверженность. Потому что тоже такой момент, когда человек, зная о том, что у него есть проблема, он получает препараты, и он понимает, что именно это лечение даст ему возможность прожить долгие годы. То есть он не делает, сегодня он выпил, завтра он бросил, он принимает всю свою жизнь, принимает бесплатные препараты, если это все, но это совместная работа. И врача-инфекциониста, и пациента, и медицинского психолога, и даже наших девочек, которые очень активно работают, медсестрички наши с этими пациентами. То есть очень больше и родственников. Ведь потому что если дома поддержали, они знают о статусе, они поддержали пациента, помогли, напомнили ему о том, что необходимо принять таблетки, то это тоже важный момент. Поставок с препаратами перебоев никаких? У нас все хорошо в этом плане. Надо отдать должное нашим специалистам, нашему врачу-инфекционисту, Министерству здравоохранения нашему Карачаева-Черкесии, потому что Министерству здравоохранения Российской Федерации, потому что делается заявка на будущий год, все рассчитывается. Правильный расчет – это важно, своевременная поставка. У нас пробелов в каких-то поставках и выдаче терапии глобальных никогда не было. Все своевременно, все поставляется, и пациенты… У нас не было ситуации, чтобы пациенты нуждались в препаратах, и у них там несколько месяцев они получали. Такого не было. Во-первых, вообще идет тенденция такая в России, в Карачаево-Черкесии, прям практически с первых дней установки диагноза предлагать терапию. То есть мы не ждем снижения иммунитета, повышения вирусной нагрузки. Вот все принципы, которые нам предлагает Министерству здравоохранения Российской Федерации, у нас соблюдены. Поэтому многие пациенты, конечно, отмечая, приезжая из других регионов, если они переехали и начали работать, получать препараты у нас, они это отмечают. Что, конечно, нас радует. Елена Вячеславовна, вот несмотря на какие трудности, сложности, в которых мы, увы, живем уже почти год, Центр умудрился принять участие в Всероссийской акции. Расскажите, пожалуйста, что это была за акция, с чем она была связана, кто был инициатором ее проведения? Вы знаете, эта акция, она вообще работает в Российской Федерации уже не первый год. Но Карачаево-Черкесская республика приняла участие активное в этой акции впервые. Здесь очень большая работа была проведена, причем она такая была быстрая, на фоне того, что у нас были все-таки режимные моменты, которые нам Роспотребнадзор рекомендует, глава Карачаева-Черкесии ограничения какие-то вводит. На фоне всего этого, с учетом всех этих моментов, была проведена акция «Тест на ВИЧ-экспедиция», когда к нам приехали российские команды Министерства здравоохранения Российской Федерации на специальном транспорте, который выделил Горьковский автозавод, и провели в пяти населенных пунктах Карачаева-Черкесии тестирование бесплатное, анонимное, на ВИЧ по слюне. То есть это даже были не инвазивные манипуляции. Провели это тестирование в Учкекене, в городе Карачаевске, в Учжигуте, в Зеленчуке и в городе Черкесске. То есть вот столько населенных пунктов было задействовано. Мне хочется, кстати, поблагодарить и глав администрации этих населенных пунктов, и главных врачей ЦРБ, потому что это была такая большая консолидированная работа, когда и административный ресурс был задействован, и медицинский ресурс. Там у нас даже участвовали в каждом населенном пункте. Они сами предлагали, нужно было выбрать волонтеров из среды молодежной, для того, чтобы они помогали специалистам, которые приехали, приглашать население для проведения тестирования. То есть все сработало, все сделали. Было завершающее мероприятие, которое прошло в медицинском колледже с соблюдением наших, конечно, всех санитарных норм на этот момент. И еще важный момент такой хотелось отметить, что приглашенные лица, которые у нас участвовали, из Роспотребнадзора у нас был специалист Елена Покровская, и другие лица, которые приняли участие, еще и сами в тестировании. То есть они тоже важны, когда у нас телевидение показывало это все, то есть провело трансляцию. Потому что, знаете, население тоже должно знать, что не обязательно там кто-то, все должны обследоваться на ВИЧ. Это должно стать нормой. Профилактический проект мирового масштаба «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» стартовал в 2016 году. В этом он охватил 200 городов в 45 регионах России, включая Крайний Север и Северный Кавказ. В Карачаево-Черкесии мобильные лаборатории работали в Карачаевске, у Джигуте, у Чкикени, в станице Зеленчукской и в Черкесске. Как отмечают специалисты, жители с удовольствием проходили тестирование, задавали вопросы, касаемые профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции. Специалисты «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» также в течение шести дней проводили обучающие семинары с медицинскими работниками республики. Они поблагодарили представителей Министерства здравоохранения, Центра СПИД, районных властей за оказанное содействие, проведение экспресс-тестирования, подчеркнув еще раз о том, что чума 20 века не сбавляет обороты и в 21-м. Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, невзирая ни на возраст, ни на пол, ни на социальный статус. Всем известны пути передачи вируса. Это через кровь при незащищенном половом контакте, а также от матери к ребенку. Если вы любители пирсинга, татуировок, маникюра и педикюра, вы уже попадаете в группу риска. В завершении акции в Карачаево-Черкесии специалисты передвижной лаборатории продемонстрировали гостям, как проводится экспресс-тест. Наша съемочная группа не стала исключением и тоже присоединилась к федеральной акции «Тест на ВИЧ». Здравствуйте. Я хочу предложить вам пройти анонимно, бесплатно экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне. Делается оно просто. Проводить вы будете его самостоятельно. То есть я вскрою упаковочку, вы достанете тест, приведете этот тест-системой по деснам во рту и, в принципе, останется подождать 15 минут и будет готов результат. Потом я вам его предоставлю. Отрадно отметить, что тест проводится не инвазивным методом, а путем исследования слюны. Абсолютно безболезненно. Да и результат считывается уже через 10 минут. Я понимаю, что акция же не просто для галочки проводилась. Нет, конечно. Мы можем сегодня озвучить число обследованных. Это вот такой вопрос. И еще вот обследование по слюне мы впервые проводили? В республике? В республике, да. Потому что пока мы не имеем возможности проводить именно центр, мы надеемся, что все-таки в скором времени у нас появится такая возможность, потому что эти тесты, они все-таки дорогостоящие. Да, поэтому здесь именно вот такой вот серьезный момент. Это в других регионах проводится у нас впервые. Но я так думаю, что мы сработали больше около 300 человек. 252 было до завершающей акции. Это по городу Черкесску и по населенным пунктам обследованных. Еще важный момент во время этой акции. Специалисты, которые принимали участие, приезжие специалисты, они провели в этих населенных пунктах еще и обучение первичного звена медицинских работников. Конечно, количество участников было небольшое, потому что опять многие работают в госпиталях. Возможности вот собрать так, как мы бы хотели, вот все первичное звено, то есть там врачи-гинекологи, терапевты. А вы о медиках говорите сейчас? О медиках, да, это медики. То есть вот здесь возможности такого большого охвата не было. Но все-таки 100 медицинских, 99 медицинских работников прошли обучение до и после тестового консультирования, что важно в районах, понимаете, потому что ведь не всегда они могут доехать до города Черкеска, да. И знания медика, который будет первично принимать пациента, когда обследуют на ВИЧ. То есть у нас федеральный закон номер 38 Российской Федерации говорит нам о том, что мы обязательно должны проводить до и после тестовое консультирование при обследовании на ВИЧ. И умение, и когда медик имеет навыки, умеет знания, как это провести, это тоже очень важно. То есть вот не просто номинально выписал направление, человек пошел. Нужно опросить. Многие, возможно, до конца не понимают, что вот эта ситуация была рискована. Просто даже человеку эту информацию правильно преподнести, он сам разложит у себя в голове по полочкам, какая ситуация была опасна. И, возможно, он поймет, что еще сегодня рано сдавать, и он в периоде окна, и нужно прийти сдать повторно, а не расслабиться, получив результат анализа. То есть нюансов очень много. И вот эта акция состоялась. Мы очень благодарны нашим специалистам, которые приезжали. Классные такие интересные ребята, хорошо поставленная речь, хорошие грамотные парни. Здорово. Тоже очень приятно было с ними пообщаться. Ну и наши специалисты, конечно, молодцы. То, что они в такой сложный период, когда идет у нас основной все-таки момент, направлен на новую коронавирусную инфекцию, на борьбу с ней, все-таки они изыскали резервы и возможности для участия в этой акции. Но я знаю, что эта акция не последняя. Сегодня 27 число, за горами 1 декабря еще планируется что-то. Да, у нас сейчас идет акция с 26 по 1 декабря. Это уже 8-я акция «Стоп ВИЧ-спид», которая направлена на информирование населения, на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, на то, чтобы наши люди услышали об этом. Еще раз напомнить о том, что необходимо быть осторожным и необходимо обследоваться на ВИЧ. Ну, конечно, мы все работаем, но сейчас у нас немножко трансформировалась наша работа, направленная на профилактику. Вот весь этот период акции практически до этого у нас были и продолжаются сейчас онлайн-мероприятия, потому что с волонтерами, то есть когда мы выезжали всегда в районы по проведению «Равное обучает равного», в этом году у нас совместно с Министерством молодежи нашим республиканским на платформе, которую они организовали по нашей просьбе, специалистами республиканского наркодиспансера и нашего центра мы проводили и проводим вот эти мероприятия с нашими ребятами в онлайн-режиме. Еще у нас 27-го числа с Министерством труда в нашей республике будет проводиться мероприятие для трудовых коллективов, тоже онлайн. А какое время? Время определено уже? В 11 утра. То есть буквально через час после нашего эфира начнется? То есть вот совместно с Министерством будут принимать участие порядка 17 у нас трудовых коллективов, но запланировано так, будем надеяться, что нас не подведет интернет-ресурс, да. Но я думаю, все получится тоже на платформе Министерства труда, социального развития нашей республики. Поэтому вот такие новые веяния, которые, ну знаете, жизнь делает корректировки, мы следуем этому, я думаю, что это тоже здорово, это новый опыт и новые возможности. Откуда без добра что-то называется? Да, да, свои нюансы тоже есть. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о наших пациентах, которые уже состоят на учете, да. Мы продолжаем активно работать с ними, то есть мы весь этот период, несмотря на то, что мы влились в инфекционную больницу, и инфекционная больница в весенний период была госпиталем, мы продолжали работать, выдавать препараты, то есть все это продолжалось. И тогда, и сейчас наши пациенты активно обслуживаются и медиками, и получают терапию. Увы, есть, как я сказала, и новые случаи. И у меня просьба, пожалуйста, если, еще раз говорю, что если были ситуации, не откладывайте на период, когда закончится наша проблема, да, с коронавирусной инфекцией. Я думаю, что наша вот такая большая работа и с вами, увы, да, что мы не можем сейчас так часто встречаться, но то, что вот мы сегодня выступили, я думаю, это здорово, потому что еще раз напомним пациентам и людям, которые, нашим жителям республики, о том, что ВИЧ-инфекция, увы, есть, что о ней нужно всегда помнить, и что вот эти три пути передачи вроде бы просто, да, казалось бы. Ну, не принимая наркотические препараты, всегда будьте аккуратен в своей взрослой жизни, так скажем. Но тем не менее у нас есть новые случаи. Значит, ситуации возникают у людей. Значит, даже зная о том, что это, возможно, будет ситуация, возникшая, приведет к заражению, человек идет на это? Пусть каждый задумается. Предупрежден, значит, вооружен. Спасибо, Елена Вячеславовна, большое за эту встречу, за интервью, за очень полезную информацию. Надеюсь, что она будет полезна не только для меня, но и для всех наших зрителей, которые сегодня вас услышали. От души желаю вам здоровья, успехов в работе и поменьше пациентов, которым вам приходится уделять свое внимание, свое время. Спасибо большое. Будьте здоровы. Все взаимно нашим жителям нашей Республики Здоровья. Это самое главное. Берегите себя и своих близких. До встречи в хороших моментах нашей жизни. Спасибо. Друзья, напомню вам, что сегодня гостем нашей студии была Елена Колесника, медицинский психолог. Вам желаю всего самого доброго. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин